Хорошее выражение Познай себя и ты познаешь мир Вот если подойти к этому по-философски Если вы будете духовно здоровы и физически здоровы Вы как здоровый, красивый человек Правильно говорит Вериха, что красота спасет мир Как здоровый, как красивый человек Вы будете как здоровый человек воспринимать окружающую вас среду Вы будете с этих же позиций делать все, что вы делаете Понимаете? Программа «Помоги себе сам» приветствует вас Ну и следуя вашим многочисленнейшим пожеланиям Сегодня в нашей студии Александр Иванович Суханов Вот в тех письмах и в ваших обращениях В передачу «Помоги себе сам» Звучит один и тот же вопрос Одна и та же проблема Которая заключается в том Что вы считаете, что Александр Иванович Суханов Владеет каким-то таким вот секретом Нашего здоровья человеческого И вы просите, чтобы Александр Иванович Суханов Поделился этим секретом Александр Иванович, вот то, что я хотел когда-то у вас спросить Помните? Я спросил тогда Скажите, пожалуйста А может человек всю свою жизнь быть здоровым и никогда не болеть? Да Не только может, а обязан Потому что человеку дано такая великая сила, как интеллект К сожалению, на сегодняшний день он интеллектом пользуется Ну, это совершенно примитивно А вот насчет не болеть, я не согласен Поболеть немножко надо Как и все в жизни, все через труд Все через боль немножко Потому что болезнь это своеобразная тренировка Защитных систем организма Потому что они периодически, в них должна Ощущаться нужда Природа умница Если в чем-то долго нужда Или нет нужды в чем-то долго Этот механизм потихоньку атрофируется и исчезает Потом болеть, конечно, понемножку надо Но болеть Это не значит быть больным и нездоровым Острые простудные заболевания, которым подвержен человек периодически Это практически норма Потому что мы с вами живем, мы с вами работаем, функционируем И, конечно, испытываем огромные перегрузки Как правило Это, пожалуй, не зависит от вида профессии Сегодня, пожалуй, всем особенно у нас трудно И самое главное, что мы сегодня не умеем жить Не умеем регулировать и развивать свои возможности Поэтому постоянно подвергаемся перегрузкам Совершенно необоснованным каким-то психическим стрессом Вот Травмируем друг друга Поэтому вот эти вот все Сплески адреналина Сплески эмоций Они резко затормаживают, как правило Деятельность защитных механизмов Резко форсируют Возможности компенсации здоровья и так далее И возникают такие, знаете, как бы Пробои, периоды Неблагосостояния в организме И вот в эти периоды как раз активизируется инфекция Вот я вам скажу очень интересным У нас представление об инфекции Почему-то о чем-то таком Что можно найти какой-то там таблетку Какой-то антибиотик И инфекция исчезнет Мы забываем простую вещь Что инфекция это прежде всего живой тоже мир Который живет Который приспосабливается Который обладает огромным многообразием Более того Для этого живого мира мы в какой-то степени Являемся питательной средой Этот живой мир инфекции Как и вся природа окружающая Видимо более разумно Человеческому организму приспосабливается Сосуществовать с ним А не побеждать его Или как у нас раньше Лозунг был такой Великий в кавычках Не ждать милости от природы А взять Ее все, что нам нужно Это наша задача Дикий лозунг Вот с таким же примерно диким лозунгом Сегодняшнее здравоохранение Подходит к здоровью человека Взять, взять Да ничего мы не возьмем Нужно дать возможность Размиться в самом человеке Да и брать не надо Пирода сама все дает Человек Дитя природы Мы гармонично Миллионы лет развивались Вместе с растительным миром Вместе с животным миром Вот поэтому противопоставлять себя Той матушке природы Из которой мы вышли Ну по меньшей мере глупо А вот жить в гармонии с природой Присматриваться к себе Изучать себя Ведь жизнь очень короткая Если вы внимательно, например, изучите процесс Который в выздоровлении Например, при восстановлении Заболевания То вы не можете сделать Для себя открытие Мне кажется Вот это сегодня Сегодняшняя Сегодня главная задача человечества Вот научиться все-таки Ценить вот эту одну Такую маленькую Скоротечную жизнь Александр Иванович Вот, видимо, поэтому Вот в этих вопросах О которых я сегодня говорю Ведь главное это Мне кажется Заключается не в том Чтобы вот когда человек говорит о том Как сохранить свое здоровье Он говорит о том Чтобы сохранить самого себя Вот на этот короткий промежуток времени жизни О котором вы сейчас говорите С тем, чтобы всю свою жизнь Быть молодым Энергичным Здоровым Красивым человеком Да То есть сохранить молодость И физического своего тела И души А вообще, в принципе, это возможно или нет? Да, это возможно И мы сегодня как раз Я вот поставил перед собой цель Просто цель поставил Как бы там трудно ни было А вот Вот эти принципы Школу здоровья Ведь науку о здоровье Которой мы сегодня в клинике занимаемся То есть мы изучаем Этапы выздоровления Этапы совершенствования Ну, например, вы там год Полтора-два У вас большие были нагрузки Вам было не до себя У вас накопилось огромное количество шлаков По ходу корешковых зон позвоночника Развились отёки То есть Эти неправоприятные Вот сочетания этих обстоятельств Особенно По ходу проводников спинного мозга Значит, привело к тому Что ваши органы Функционировать стали неполноценно Там возникли спазмы Там возникл недостаток питания Остретительная болезнь Но это не безразлично Это может быть и сердце Кишечник и так далее Вот несколько лет Вы были в таком вот Я бы сказал Самоуничтожающем состоянии И вдруг вам пришла Хорошая в голову идея Всё-таки Взяться за себя Потому что там болит Там тянет и так далее И вы берётесь за себя И что получается? А ничего не получается Вы начинаете Посмотрев Телепередачу с аэробикой Вдруг утром встаёте И начинаете прыгать Делать резкие движения Это заканчивается Или приступ полностью радикулита Или какими-то болями в суставе И Собственно В этом весь эксперимент у вас и закончился Так что же делать? А нужно знать Те простые истины Которые давно изучены человечеством Как всё-таки Вот Нужно просыпаться Например Это интересно Вот как проснуться А что от того Что, так сказать Как-то надо проснуться По-особому Зависит моё состояние Моё здоровье Моя жизнь Конечно Одно дело Когда вы вскочили Ничего не увидев вокруг себя Не ощутив себя Помчались на работу Кому-то наступили С кем-то поругались И так далее И совсем другое дело Когда вы открыв глаза Прежде всего Скорректировали дыхание своё Перешли на поверхственное дыхание Мысленно прошли От Своих носков И до макушки Прощупали Прощупали мыслями своё тело Расслабили Перешли на поверхственное дыхание Выпрямились Позвоночник выпрямили Расслабили его Не зря вот это Знаете Хочется иногда Утром просто Как проснуться Потянуться И Как говорится Возрадовались Тому Что Вы увидели Сегодня солнце Вы увидели Утро Понимаете Порадуйтесь Жизни Это же действительно Радость И встав Сделайте вы Вот у меня Дается упражнение Номер один Сделайте пожалуйста Хотя бы Это упражнение В сути Очень простая Ну во первых Все религиозные Люди молятся И они все Делают поклоны Вообще В религии Заложена Очень Большая мудрость Огромная Мы как нибудь Об этом поговорим Еще Сделайте вы Это упражнение Номер один Сделайте поклоны На коленях Сядьте на пятки Достаньте Лбом пол Многие Этого не сделают Это уже говорит Что человек Тяжело болен Вот Сделайте это упражнение Сделайте его 8-10-12 раз Растяните Связочный аппарат Позвоночника Наклонился Выпрямился Вот вам 10-12 наклонов Тем самым Вы освободите Корешковые зоны От отеков От сдавления Вы улучшите Кровоснабжение Питания Проводников Спинного мозга Тем самым Вы обеспечите Нормальное поступление Электричества Попросту говоря Электричества Образуешься В головном Мозгу На периферию А тем самым Обеспечить Нормальное функционирование Всех органов Глубокий вдох В течение наклона Выдох Нужно Задержать На 15-20 секунд Воздух Не дышать В таком положении Затем Поднимаюсь И глубокий Вдох И со звуком Х Продыхаю Весь воздух Александр Иванович Я в общем Помните Тогда просил Вас разрешения Показать Вашу газету Телезрителям Я ее показал Которая Называется так Клиника Традиционной Медицины Доктора Суханова Это специальный Рекламный Информационный Выпуск Газеты Тайны здоровья Я бы хотел Чтобы мы с вами Прямо по главам Вот этой газеты Сейчас потихонечку Прошли Прямо с главы Мои советы Что делать При ОРЗ Гриппе И высокой температуре Эта тема Даже Переоценить Даже трудно Переоценить Важность Знания Вот этой темы Населением Почему? Потому что К сожалению Вот С этих вот Простых Казалось бы Острых простудных Заболеваний Начинаются Большие проблемы С этих простудных Заболеваний Начинаются Голландные боли Начинаются Рахноэдиты Начинаются Полиартриты Бронхиальная Астма И так далее И все потому Что мы просто Напросто Забыли о том Что человек Человек Миллионами лет Не знал Современных Так называемых Лекарственных средств Которыми он Лечится И как-то Лечился И выздоравливал И бронхиальной Астмы Не знали даже Я вот еще В свое время Помню Когда население Просто Не представляло Что есть такое Заболевание В архиальной Астме Так в чем суть Суть в том Что мы сегодня Просто неправильно Прежде всего Мы врачи Неправильно Лечим Неправильно Подходим К тому процессу Который Разрывается В организме человека Ну Острый простудный Заболеваний Начинается Насморк Что мы сегодня делаем Начинаем бороться С насморком Начинаем бороться С защитной реакцией Организма И что такое Насморк Это Тот секрет Который Собрав Инфекцию Собрав Те остатки Лейкоцитов Которые боролись С этой инфекцией Выделяет Это все наружу Выводит из организма Пусть этот насморк будет Пусть он будет Столько Сколько надо Более того Ни одна Инфекция Верхних дыхательных путей Не проходит Без поражения Гайморовых пазух Обязательно Потому что воздух Почему он так и согревается Быстро и легко Потому что он Прежде тем Попасть В дыхательные пути Он проходит Систему Воздухоносных путей Верхних дыхательных путей И конечно Если С этим воздухом Идет инфекция Она попадает В гайморовых пазух Возникает Гайморит У нас почему-то Гайморит Стает только тогда Когда на снимках Мы видим Затемнение Когда появляется Клиника Практическое раздражение Второй ветви Троничного нерва Вот тогда Ставится гайморит На самом деле Любой насморк Любой Уже тем более Хронический линит Хроническое воспаление Верхних дыхательных путей Обязательно Предполагает Под собой гайморит Ну хорошо Работу Работу Лейкоцитов Лимфоцитов Против Той инфекции Которая попала И инфекция Начинает Она Так сказать Как абортируется Острая реакция Организма Не инфекции Инфекция продолжает Делать свое дело Таким образом Мы Вот это Остро возникшее Заболевание Переводим в хроническое А вот каким-то образом Все-таки Помочь избавиться от него Быстрее Можно или нет? Можно Как? Да элементарные вещи Что делали всегда Во-первых Горячее питье Зачем оно нужно? Оно хорошо прогревает Оно увеличивает Количество секрета Оно делает его Более жидким Вот Если вы еще В это горячее питье Положите такие травы Как подорожник Душица Мята Вот То сами по себе Травы Выделяя Вместе с жидкостями Обладают Сонирующим действием Обладают Раздражающим действием На инфекцию Вот И так далее Во-вторых Значит Ни в коем случае Не надо сбивать температуру И температура На сегодняшний день Пожалуй Осталась чуть ли не Единственной Один из мощных Факторов Защитных И Это великий Защитный механизм Тело человека Во-первых Во время температуры Повышается Углекислота Уровень углекислоты А инфекция Гибнет Как правило При повышении Углекислоты Во-вторых Углекислота Расширяет Сосуды Там Где Они сужены В результате В результате воздействия Инфекционного Начало В результате Воздействия Токсинов Инфекционных Вот Инфекция тоже Она же попав куда-то Она обеспечивает Все условия существования Выделяя токсины Она вызывает Спазм Капилляров Конечных капилляров Вот Зачем она это сделает Для того чтобы Там Снизить приток Оттуда Защитных клеток Лейкоцитов То есть Она обеспечивает Все условия существования Так вот Чтобы их разрушить Нужна углекислота Углекислота Снимает эти спазмы А как эту углекислоту Получить Скажем Ну хорошо Вот нельзя Сбивать температуру Принимать химические препараты Нужно себя Прогреть Хорошо Я правильно понимаю Нет Одно то Что вы не трогаете Температуру Ага Не сбиваю ее Не сбиваете Уже одно это Способствует повышению Углекислоты Кислород сгорает Быстрее Углекислота Уровень углекислоты Накапливается Во-первых Во-вторых Я рекомендую Как правило Горячие ванны Температура Должна быть Где-то 40 Заканчивать В эту ванну 43-45 градусов Она должна быть Достаточно Кратковременной Не надо там Долго Находиться Ждать пока станет Плохо Или еще что-то Ничего подобного Значит Нужно быть Какое-то то время Когда человек Чувствует Что он прогрелся Погрелся Нужно покидать Эту ванну И Принимать Обильное питье Во-вторых Значит Естественно А питье может быть И с травами С этими О которых Вы говорили Да Я очень уважаю Нашу Бывшую Ленинград Тепер Тоже терминология Вот Ну Санкт-Петербурга Ученого Токина Профессора Токина С нашей университеты Который разработал Еще 40 лет назад Методы лечения Фитонцидами Значит Берется элементарно Чеснок Я Это уже Из моего опыта Я добавляю Редьку Еще Почему добавляю Потому что редька Обладает Кроме того Что она обладает Сонирующим действием Антиинфекционным действием Она еще раздражает Как раз Вот Эти вот Желези Которые выделяют Слизь Хорошо Александр Иванович Вот есть чеснок Ну Очень просто Вот берем Сейчас Зубочек чеснока Вот он уже Посмотрите Вот начищен Видите Ага Вот Берем этот Зубочек чеснока Вот Берем терочку Пятерочка есть Очень хорошо Значит Нужно натереть Вот этот Зубочек Стереть Так Вот Будем считать Что мы Да Натерли Так Вот После этого Значит Такой же По объему Кусочек Черной редьки Почему черный Потому что Как-то Вот такой Достаточно Достаточно По объему Того зубка Который мы взяли Ага И его тоже натерали Да Вот таким образом Натерли Я считаю Что вы правильно Сделали То что Без всякой Подготовки Показываете Это Это все просто И каждый Из наших телезрителей Это может сделать И должен Я считаю Это делать С сегодняшнего дня По крайней мере Да С вами увидят Да это Да это бог Да это бог Александр Иванович А дальше Берете эту смесь И помещаете ее Вот такой Как у вас Бокал Или вот Хотя бы В этот Чайничек Ага Вот он попробует Возьми Пустой Пустой Да И прямо сюда И прямо туда И заливаете Кипятком Дайте пожалуйста Кипяток есть Обычно стакан кипятка Нужен Нужен стакан кипятка Да Нужен стакан кипятка Так Ну мы сейчас так условно Нальем Да Почему Вот он горячий Я вижу Вот он да Горячий Сейчас мы посмотрим Вот видите Горячий Что это у нас Фар идет Достаточно Много воды Тоже нехорошо Вот Закрываете И через носик Дышите А вот как удобнее Нож через носик Вот вы пишете В газете Как надо сделать Свой собственный Такой ингалятор Да Вот простой Значит Ингалятор Горячий Такая делается Чтобы носик Можно было Олиментально Угу Вот этот носик Помещается Сюда Ну этот чайник Большой Обычный Вот сюда В чайничек Да А здесь идет Пар Значит практически Вот я сейчас могу Сделать Провести Такую для себя Ингаляцию Чесноком И редькой Нет Вот с чесноком И редькой В этой необходимости Нет Это вот с содой Когда вы дышите Горячий Ага А ну так Для удовольствия Тоже можно 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 Да Значит Берется просто Листочек бумажки И сворачивается Вот такой вот вороночкой Вот видите Тут вниз Немножко поуже Верх пошире И получается Такой своеобразный Домашний ингалятор Разового пользования Одевается на носик чайника И теперь я могу дышать Да Да Совершенно верно Слушайте Очень хорошо На самом деле Даже начинает Немножко Как бы Пощипывать Горно Вот все Совершенно верно Дело в чем Это мы с вами Сейчас показываем Ингаляции С фитонцидами Ага Чеснок с редькой В данном случае Так Ага Вот Но перед ними Желательно бы Сделать ингаляцию С содой Так А вот когда вы делаете Ингаляцию с содой Здесь нужна Практически Вода Кипяток Который только что кипел Он очень горячий Ага И когда вы туда Поместите Столовую ложку соды Ага И начнете Столовую ложку соды Да Извините Это на литр воды Ага А вообще На стакан воды Берется чайная ложка соды Вот На стакан воды Берется чайная ложка соды Чайная ложечка Пол чайной Даже можно Половина хватит Вот так Соды Вот достаточно Да Вполне достаточно И вот она точно так же засыпается в чайник Да Как только вода скипела Вы туда помещаете эту соду Ага И вот с паром Который идет С носика Чайника Или Иногда и со стаканом Можно сделать Ага Если нет условий Ага Значит вначале нужно проделать Такую операцию с содой Да Десять минут Размягчить ткани Да Да И пятнадцать минут Ингаляции с пятнадцать Значит вот такая ингаляция При респираторных острых заболеваниях По рекомендации Александра Ивановича Должна начинаться с такой вот содовой ингаляции Десять минут С тем чтобы хорошо отработать дыхательный аппарат ваш И после этого нужно проделать Правильно я говорю? То есть соды обладают разжижающим мокроту Ага Очелачивающим действием Ага И после этого нужно провести вот такую ингаляцию фитонцидами Это один раз в день или несколько? Нет Делать нужно не меньше трех раз в день Эти две ингаляции Понятно Значит содовая ингаляция три раза в день И ингаляция с чесноком и редькой С фитонцидами Тоже три раза в день Сода по десять минут И чеснок по Пятнадцать минут Пятнадцать минут Ага Причем хочу подчеркнуть Что их надо делать последовательно сразу Сначала сода Потом обязательно чеснок с редькой Ни в коем случае одну соду не нужно делать Иногда почему-то К сожалению Мы совершенно безалабельно относимся к своими здоровьями И в том числе безалабельно относимся к назначениям врача После того, как человек принял ванну Да? Ему надо прогреться Если он простыл Скажем Ему надо прогреться Он принял ванну, прогрелся И после этого, вы говорите, нужно обильное питье Что это такое? Что это за питье должно быть? Обильное питье Это прежде всего Любые горячие напитки Это отвары и настои, трав Это чай с молоком, сливочным маслом, с медом Вот лимон, например Это же не роскошь Когда мы бросаем кусочек лимона в чай Только что срезанного Да еще чуть его Знаете, ножичком Кто понимает в этом Корочку надо так ножиком немножко порезать, потыкать И кинуть его в чай Вот, во-первых, тот аромат, который Он, во-первых, приятный А, во-вторых, он еще обладает Мощным антибактериальным действием Обеззараживающим, как у нас говорят Поэтому вот у меня вторая пара ингаляций Я рекомендую Значит, вот вы неделю там две Особенно по хронических процессах Верно-дыхательных путей Значит, после того, как вы неделю-две подделали Вот первую мою пару соду Вот сода и чеснок С резкой Вот потом я рекомендую Значит, вот Мне просто минеральную воду С щелочного состава Содержания И лук с лимоном Вот тут как раз вот лимон Да, на случай Что значит лук с лимоном? Вы, я должен взять головку лука Точно так же Точно так же, как вы делали соду Вот, вы берете Кусочек лука Нет, минеральную воду А, минеральную воду А на так же вскипятили ее И дышите горячими парами Через воронку Вот То есть, я кипячу минеральную воду Да Добавляю туда лук Нет, нет, нет Просто одну Просто суть в чем Сначала вы должны Провести Ощелачивающую Увлазняющую ингаляцию Значит, в первом случае У нас была сода Во втором у нас минеральная вода Вторым этапом идет Фитонциды Значит, в первом случае У нас был чеснок с редькой Да Во втором случае У нас пойдет лимон с луком Ага Можно давать петрушечки Если у вас нет лимона Сейчас проблемы с этим Возьмите яблоко Эффект будет почти тот же самый Тоже ароматная будет у нас Ингаляция хорошая Вот И Приятная Приятная Это И очень полезная процедура Очень полезная процедура Хорошо Значит, вот это обильное питье Сколько надо пить? Прямо стаканами, ведрами? Дело в том, что Тут Определить трудно Ну, по крайней мере, если вы после ванны За стол, за чай сели, чаевать То же стаканчик четыре надо выпить Выпить С малинкой, с душицей Со смородиной И еще с хорошим настроением Да Плюс к этому мы еще должны с вами добавить Сюда входит Обязательный глюконат кальция Можно по таблеточке три раза в день В комплексе попить И, конечно, термопсис Термопсис По две таблетки Шесть раз в день взрослым Конечно Хорошо Ну и еще, с вашего позволения Нужны горчичники, конечно Я даже больше сказал Если у вас нет возможности Принять ванну То примите горчичники Это, значит, круговые На спину На бока И по горчичнику Возле трахеи Причем Обязательное условие Нужно ставить горчицы на кожу Никаких там Подкладываний Материи Бумаги и так далее Это все абсолютно Неправильно Основная роль горчичника Это ее рефлекторное согревающее действие Вот этот квадрат красный Который образуется После действия горчичника Это главное его действие Уже кожа красная Значит, туда Пришла кольца кровь Там расширились капилляры Точно такая реакция происходит В легких Точно так же там расширяются сосуды Туда притекает свежая кровь Свежие защитные клетки Лейкоциты, лимфоциты И идет оздоравливающий эффект Но ведь возникают же ожоги Бывает вот при таком резком применении При горчичниках ожогов Как правило не возникает Я за свою жизнь не помню Вот банок бывает Вот я, например, часто не вижу смысла в банках Банки, ну, как гемотерапия может быть А при водосматике я даже запрещаю банки делать Вот та программа, о которой сегодня говорил Александр Иванович Я учитываю в ней все И как себя нужно лечить И как нужно себя воспитывать И как нужно дышать И каким образом восстановить нормальную, так сказать, подвижность вашего позвоночника Мне кажется, что это программа вашего долголетия Если вы к ней серьезно отнесетесь Уважаемые телезрители Я, видимо, уже от вас узнаю О чем нам еще в будущем имеет смысл поговорить с Александром Ивановичем Сухановым Сейчас я хотел бы от вашего имени и от имени программы Помоги себе сам поблагодарить ему Сказать ему огромное спасибо Извиниться за беспокойство, которое мы ему доставили Ну, еще раз Ну, и от его имени, и от своего То есть от имени программы Помоги себе сам Пожелать вам счастья и здоровья Всего вам доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok